Дорогое слово «мама»! Сегодня у Гомеля прошло финальное мероприемство акции, которое несколько дней подорожнило по регионе. Ее в девятый раз провело Гомельское областное отделение Белорусского фонда «Миру». На сегодняшнее свято запросили около 80 женщин, которых ознагородили в семи номинациях. У сего ворожистостях приняли удел около 200 мать из разных кутков в области. Подробностей в наступном сюжете. Мама и Родина очень похожи. Мама красивая, Родина тоже. Вы присмотритесь, у мамы глаза цвета такого же, как небеса. Мамины волосы цвета пшеницы, что на бескрайних полях колосится. Мамины руки теплы и ныжны, напоминают луч солнца они. Мати – это пяшота и клопот, это бессонная ночи и радость от первой усмешки. Нездарма кажуть, что спокой женщины заканчивается тогда, когда она у першиню берет на руки свое дитя. Саправдная мать оберегает детей на протягу усягу життя. И навод тогда, когда они сами становятся батьками. Нема межа для материнской любови. Миноветы такие женщины, которые материнский клопот сумешают с працей, собрались и в зале Гомельского областного палаца творчества детей и молодых. Я пенсионерка и работаю социальным работником. Поэтому вырваться где-то куда-то очень сложно нам. Не часто, конечно, выпадает такое. Так что спасибо за это, что нас сюда пригласили. Слово «мама» немае и территориальных межа. Яну не только на многих мовах гучшить подобно, а лей сдольна объеднать народы розных краин. Я родилась в России, и даже маленький секрет, скажу, у меня отец был первым организатором монумента дружбы. И я в Комсомоле тоже принимала участие. Это село Ново-Юрковича, Брянской области. И там у нас не было границ, не было разницы. Россияне, Украина и Белоруссия дружили все годы. Для меня это, видимо, с генами уже. И когда была вчера перепись, у меня вопрос задали. Вы себя ощущаете кем? Россиянкой или белорусской? Я говорю, 50 на 50. Я уже не знаю кто. Даже больше, видимо, жгу в Беларуси, больше, видимо, белорусской. Акция «Дорогое слово мама» фонд мира проводит в девятый раз. За этот час мероприемствы пройшли в 19 районах. У них поудельничали около 2600 мати. Это женщины, которые унесли уклад в социально-экономичное и культурное развитие региона. Керовники, аграры, молодые и шмадетные мати. А так само женщины, которые выховывают приемных детей. Мать, как никто, за то, чтобы был мир, дружба. Потому что если что-то случится, кто, прежде всего, пропускает через сердце мать. Потому что губит или сын, или муж, или так далее. Поэтому именно матери за то, чтобы был мир, дружба между народными странами. Несмотря на то, кто они по национальности. Главное было согласие. Мероприемства с нагодой Дня Мати завершаются. Но Мати сама должна быть святым. Человеком, по которому больше счастливыми и уповненными становятся дети. А дети хоть никогда не забывают тех, кто колыхал их немовлятами. И мощно притискал до своего сердца. И кто в думках и зауседу держит за руку свое родное детям. Марина Джалая, Светлана Князева, Игорь Маришенко. Телерадо и компания Гомель.